Всем привет! Через три дня в Украине состоится второй тур голосования на выборах президента Украины. И команда Петра Порошенко уже чувствует свою кончину. На своей страничке фейсбука Порошенко каждый день публикует видеообращение, как он любит Украину и как он извиняется за свои ошибки, что он больше так делать не будет и просит поверить ему еще раз. Однако фейсбук Петра Порошенко читает в основном парахоботы, которые и так будут за него голосовать, а также боты агентств по накрутке лайков и просмотров. Их убеждать не нужно. А как вот выйти на аудиторию Владимира Зеленского и людей, которые не определились? Да никак. Все СМИ и блогеры, которых создала команда Петра Порошенко, в основном окружили себя упоротыми парахоботами. И нормальный, здоровый человек эти ресурсы просто не смотрит. Согласно свежего соцопроса от 18 апреля Владимир Зеленский набирает почти 52% голосов, а Петр Порошенко 19%. Если брать тех людей, кто точно пойдет голосовать и уже определился, то у Зеленского почти 73%, а у Порошенко 27%. За эти два дня абсолютно никак невозможно сократить такой гигантский разрыв. За Порошенко в основном будут голосовать зрители вата-шоу и зрители подобных блогеров парахоботов. Остальные будут голосовать за Зеленского. Это закономерный итог информационной политики команды Порошенко. Пересажаем всех, кто не согласен с действиями правительства. Получите, распишитесь. Вчера окружной административный суд Киева признал незаконную национализацию приватбанка, которую отняли у олигарха Игоря Коломойского. Чтобы решение набрало законной силы, оно должно пройти апелляцию. Поскольку к тому времени Порошенко уже не будет у власти, думаю, апелляция оставит в силе это решение суда первой инстанции. Несколько лет тому назад Петр Порошенко начал непонятную войну с Игорем Коломойским и решил забрать у него все имущество в Украине. Коломойский обиделся. Ведь если Порошенко затеял войну с олигархами, то почему другой олигарх Ренат Ахметов ему позволили скупать энергетические предприятия, также подарили схему Роттердам плюс, потому Коломойский был реально в недоумении, что происходит. А теперь Петр Порошенко обижается, что Коломойский приготовил ему ответку. В последнем своем интервью Коломойский начал откровенно троллить Порошенко. Теперь скажите мне, Порошенко чья марионетка? Моя? Шутит Коломойский журналистами. Порошенко кричал, что Зеленский моя марионетка. А кто решение суда принимает мою пользу? Порошенко? Троллит Коломойский в интервью «Украинской правде». Порошенко хвалится, что провел в Украине реформу, а следовательно суды в Украине честны и объективны. А следовательно, решение по возврату Приватбанка Коломойскому было принято честным и объективным судом. Если же суды в Украине коррумпированы и нечестны, тогда почему Порошенко хвалится о проведении реформы? Сам же Порошенко и попал в ту ловушку, которую сам же и создал. В средствах массовой информации продолжают дискредитировать Владимира Зеленского, вешая ярлык агента Кремля. Обвинение в СМИ основывается на переписке электронной почты каких-то кремлевских деятелей, которые якобы обсуждают вопрос финансирования Зеленского. Достоверность этих писем проверить никак нельзя, потому просто поверим на слово журналистам. В своих предыдущих видео я рассказывал, что Петр Порошенко как президент Украины выгоден России. Петр Порошенко выполняет роль пугала в российских средствах массовой информации, которые говорят, смотрите, после Майдана в Украине полный беспредел, коррупция, нищета, преступления. Посмотрите, какого тупого президента привел Майдан в Украине. А если в Украине будет нормальный президент и начнутся проводиться нормальные реформы, то каким образом Россия это будет использовать для одурачивания собственного населения? Ведь сейчас они говорят, смотрите, у них был Майдан, к чему это привело, зачем вы думаете о Майдане, даже не думайте об этом. Потому Порошенко их полностью устраивает. А сейчас, возможно, придет какой-то непонятный политик, непонятно, что от него ждать, может он действительно начнет что-то хорошее делать. И в России, думаю так, ага, мы сейчас сделаем переписку, что якобы мы его поддерживаем, а потом сделаем слив этой переписки. И журналисты, думая, что получают настоящую переписку, какую-то уникальную, они там что-то взломали, начинают об этом рассказывать. И человек думает, а, ну, если же Россия его поддерживает, то, конечно же, он агент Кремля. А вы не задумывались над тем, что это просто обычная провокация? Примеры, вот допустим, да, гипотетически, я вот решу баллотироваться там в депутаты в Украине. Вы знаете, что я такую исповедую антироссийскую риторику. А почему, например, кому-нибудь не создать переписку, да, там в России, что вот мы там спонсируем Ростислава Шапошникова? И что получается? Это крест на политической карьере человека? То есть можно создать тысячи таких переписок, и получается у человека просто нет выхода, и он никак не может себя защитить от таких переписок. Люди, пытайтесь анализировать, но не делается все в лоб. Сейчас совершенно другое время. Если вы какую-то получаете переписку, может просто кому-то нужно, чтобы вы ее получили? Сегодня в США был опубликован окончательный доклад двухлетнего расследования спецпрокурора Мюллера касательно якобы сотрудничества Дональда Трампа с Кремлем на выборах 2016 года. Результат ожидаем. Никакого сговора Трампа с Россией не было. В Соединенных Штатах Америки, где я проживаю, средства массовой информации делятся на две категории. Первый, который поддерживает демократическую партию США и все остальные. Так вот те СМИ, которые обслуживают демократическую партию, вы знаете, что от нее баллотировалась Хиллари Клинтон, которая проиграла Дональду Трампу, они последние несколько лет каждый день рассказывают, что Трамп это агент Кремля, что Путин назначил Трампа, что это не американцы выбрали Трампа, а это какие-то непонятные тролли в Твиттере. Вы знаете, ну просто какой-то бред. И вот американцы просто от этого реально устали. И после оглашения сегодняшнего результата расследования Мюллера, что никакого сговора Трампа с Россией не было, американцы просто начинают высмеивать эти средства массовой информации, которые продолжают говорить, ну ладно, Мюллер ничего не доказал, никаких обвинений нет, но осадочек-то остался. Как же это похоже с властью Порошенко и СМИ, которые контролируют Порошенко, которые вешают ярлык агента Кремля на 100% оппонента Порошенко. Вспомним даже вот ситуацию с Саакашвили, когда и того же Саакашвили назвали агентом Кремля. Да, безусловно, что есть настоящие агенты Кремля, есть люди, которые работают в интересах России, есть агенты влияния, есть блогеры и журналисты. Но когда вы без разбора называете всех людей агентами Кремля, в том числе и тех, которые вообще никакого отношения к Кремлю не имеют, вы дискредитируете само обвинение агент Кремля. И когда вы начинаете говорить об этом, то начинают все вокруг смеяться, поскольку всем просто уже надоело эта чушь. И закономерно, что люди просто устали от этих постоянных обвинений, вываливания грязи, чтобы просто дискредитировать человека. Потому за Зеленского голосуют 73%. Подумайте, может вы проводите какую-то неправильную политику? Почему люди вас не поддерживают? Аналогично и в США. Люди, которые используют эту тактику агентов Кремля, просто превращаются в маргиналах. И просто начинают высмеивать люди, говорят, что просто вы сумасшедшие. Сегодня в 7 вечера на НСК Олимпийский пройдут дебаты между Порошенко и Зеленским. Надеюсь, что мероприятие пройдет мирно. А уже в воскресенье люди сделают свой выбор на избирательных участках. Многие говорят сейчас, что выступая против Порошенко, вы потом будете сожалеть о Зеленском. Если Зеленский придет к власти, это никак не означает, что будет запрет на его критику. Каждый шаг и каждое решение Зеленского будет изучаться под микроскопом и будет критиковаться, если есть для этого повод. Задача журналиста не обслуживать власть и не вылизывать ей жопу, скрывая все проблемы. Задача журналиста, наоборот, выискивать любые проблемы, любые косяки со стороны властей и рассказывать об этом людям, чем, собственно, я по мере возможности буду заниматься. Но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюся и не сдамся. Я буду боротися за Украину как президент, как кандидат, как гражданин. 28 лет они вкрали у тебя почти все. Не дай им вкрасти еще твой голос. 21 квотня приходь на выборы. Не дай им вкрасти твое будущее. Продолжение следует...